Вот баночка стоит, вот стоит розетка. Я включаю, зажег. Вот все, все в комфорте горят. Голубое топливо вернулось в квартиру Саниных спустя месяц. Тайм-аут по газу пришлось взять в марте после инцидента с утечкой в соседнем доме, где одна из жительниц едва не погибла от отравления угарным газом. У меня закружилась голова, вот я потеряла сознание. Первый раз я всю ночь пролежала, а потом меня отправили, утром дочь ко мне зашла на работу, а я тут, она меня отправила в больницу, мне там инсульт поставили ишемический. Газовщики во избежание трагедии перекрыли топливо в трех многоквартирных домах, где зашкаливал уровень вредных веществ. В результате многие жители около месяца не могли нормально вскипятить чай и приготовить еду. После благо вернули, плиты подключили, а вот водонагревателями по-прежнему пользоваться запрещено. Кастрюлю ставим, нагрели, воды в холодную налили немножко в ванну, чтобы не сварить в ванну, а потом теплое добавляем и вот так моемся. Мыться нам негде, так что греем также воду, ездим по друзьям, чтобы хотя бы помыться, хотя бы детей, хотя бы раз в две недели. Ну а так постоянно греется вода, моется посуда, все как это самое. Ну ничего, никаких сдвигов нет. После инцидента с отравлением началась проверка. Оказалось, что крыши многоквартирных домов построены с нарушениями. Дымоходы выведены под кровлю, а не на нее. Из-за чего угарный газ не выветривается, а задерживается в доме. Я лично поднималась на крышу с экспертами. Первое, что сказал эксперт, который поднялся, молодой человек, что вентиляции, даже которые у нас идут с туалета, которые в принципе сейчас никто не верет в оборот, они тоже неправильно все сделаны. То есть это все должно быть поднято. К слову, вердикт экспертизы дома, где отравилась женщина, уже известен, пояснили в управляющей компании. Можно ли сделать дымоходы каким-то альтернативным способом или нет, должны решать специалисты. Вот только браться за реконструкцию никто сейчас не готов, пояснили коммунальщики. Мы обращались к проектировщикам, а они браться отказываются. То есть поэтому мы, значит, в момент попросили первомайскую администрацию, чтобы они подключили уже Минстрой и попробовали уже на своем уровне найти специалистов. В подвешенном состоянии остаются еще две многоэтажки. В конце недели должно прийти экспертное заключение. Если кровли официально признают небезопасными, то где гарантия, что будет желающий взяться за их ремонт? Но пока решается вопрос, жителям приходится терпеть крайние неудобства. Как вот 80-летний человек с кастрюльками будет туда-сюда бегать, а если он ходить не может? Но об этом никто не думает. Они вот сделали галочку, поставили, уехали и забыли благополучно. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.